Слава Богу, братья и сестры, приветствую всех вас, мир вам! Такой богатый день сегодня был. Мы праздновали жатву, праздник благодарения с братьями в Жабинке были. Очень многие из наших членов церкви посетили каменец, там тоже был праздник. И думаю, что это не все те места, где сегодня кто-то из нас был. И что замечено, я интересовался, как каменцы прошло. Мне сказали, что очень хорошо, Господь излил туда благодать, и было его присутствие. А братья, как в Жабинке было? Тоже очень хорошо, и там он благословил. А как здесь у нас было? Тоже очень хорошо, и тоже благословил. А у Матекала? Тоже. Слава Господу, братья и сестры. И мы будем иметь это вечернее собрание, будем просить Божьей милости, Божьей благословения. И будем нуждаться о его присутствии в это вечернее собрание. Я читаю 9-й псалом, следующие слова. Со 2-го стиха и некоторые другие еще. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, Возвещать все чудеса Твои, Буду радоваться и торжествовать о Тебе, Петь имени Твоему Всевышний. И 12-й стих. Пойте Господу, живущему на Сионе, Возвещайте между народами дела Его. Утром, когда было собрание в Жабинке, Было очень много таких ярких свидетельств О Божьей милости, О Божьей любви, О Его власти, О Его силе. И то, что мы слышали, Можно было сделать одно заключение, Чтобы все оно было ко благу людей. И вот получая эти блага, Наше сердце преисполняется благодарностью Ему. И здесь мы читали, Буду славить Тебя, Господи, Всем сердцем моим, Возвещать все чудеса Твои, А следующий стих. Пойте Господу, живущему на Сионе. И я хотел бы, чтобы наши собрания И наши сердца в этом собрании Тоже были исполнены благодарностью, Потому что, оглядываясь, Как в этот день, Так и прошедшую нашу жизнь, Мы можем много моментов заметить, Где мы точно видели Божью руку, Божью милость, Божье спасение, Божью охрану и Его защиту. А особенно за спасение, Которое мы имеем во Христе Иисусе. Давайте помолимся И будем просить Его присутствия И благословения на это вечернее собрание. Господи Бог наш, Мы сердечно благодарим Тебя За этот день воскресный, За то, что Ты благословил В собрании утром здесь, на месте, Господь. Ты благословил в Жабинке, В Каменце, в Матыкалах И по всем другим местам, Где народ собирался, Во имя Твое, Там было Твое присутствие, Там было действие Твоей благодати, Там было явление силы Твоей. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. И мы готовы петь, Мы готовы восклицать, Мы радуемся, Мы торжествуем о Боге спасения И жизни нашей, И нуждаемся, Господь, О Твоем благословении, Этого вечернего собрания, Господь. Прибудь Духом Святым, Пошли Слово Твое, И дай пищу, Дороду Твоему. Мы нуждаемся в Тебе, Мы будем в ожидании, И поклоняясь, Мы Тебе хвалу воздаем, Богу нашему, Отцу и Сыну, И Духу Святому. Аминь. Аминь. Будем петь вместе с группой Господа прославляем. Мы входим в Божьи врата Со славословием, И с хвалою во дворы Его идем, Для народа Своего Он сотворил сей день, С благодарностью мы, Господь Богом. Мы входим в Божьи врата Мы входим в Божьи врата Со славословием, И с хвалою во дворы Его идем, Для народа Своего Он сотворил сей день, С благодарностью мы, Господу, поем. Он дарует радость, Иисус дарует радость, Радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, Мы будем славить Господа всегда. Он дарует радость, Он дарует радость, Иисус дарует радость, Радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, Иисус дарует радость, Радость мы будем славить Господа всегда. Мы входим в Божьи врата Со славословием, И с хвалою во дворы Его идем, Для народа Своего Для народа Своего Он сотворил сей день, С благодарностью мы, Господу, поем. Он дарует радость, Он дарует радость, Иисус дарует радость, Радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, Мы будем славить Господа всегда. Он дарует радость, Иисус дарует радость, Радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, Мы будем славить Господа всегда. Господи, зову Тебя, Приди скорей, к Тебе я позвал, Голос мой услышь, когда К Тебе взываю я. Господи, зову Тебя, Приди скорей, к Тебе я позвал, Голос мой услышь, когда К Тебе взываю я. Да, будет молитва моя для Тебя, Благовоние, И жертвы вечерней пусть будет Молитва моя. Да, будет молитва моя для Тебя, Благовоние, И жертвы вечерней пусть будет Молитва моя. Глаза мои устремлены к Тебе, К Тебе, Господь, спасение мое, Не дай попасть в капканы мне, От зла храни меня. Глаза мои устремлены к Тебе, В Тебе, Господь, спасение мое, Не дай попасть в капканы мне, От зла храни меня. Да, будет молитва моя для Тебя, Благовоние, И жертвы вечерней пусть будет Молитва моя. Да, будет молитва моя для Тебя, Благовоние, И жертвы вечерней пусть будет Молитва моя для Тебя, Молитва моя для Тебя, Молитва моя для Тебя, Они молились, И мы сегодня получим особое удовольствие, Я верю, переживем хорошее время Через их участие в нашем собрании. У нас также братья-гости из Украины, Они немножко о себе расскажут, И во второй половине тоже будут Принимать участие в нашем собрании, И все это будет по славу Господа. Аминь. Пожалуйста, приди, призови к молитве, Мы еще помолимся, а потом... Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Мы славим Тебя за милости Твои, За Твои благословения, Которые Ты нам даешь, Господь, За то, что Ты нам даешь возможность Участвовать, Господь, Славить Тебя, свидетельствовать, Говорить, Господь, И мы призываем имя Твое, Господь, Чтобы Ты благословил, Господь, Все наши планы и намерения, Господь, Мы хотим прославить Тебя, Господь, Мы хотим говорить о милости Твоей, Мы хотим говорить о чудесах Твоих, Господь, о том, что Ты не забываешь нас, что Ты любишь нас и благословляешь нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Я прошу, Господь, Ты благослови наше служение, Ты пребудь с нами за все Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава нашему Господу за Его милость, за то, что мы на этом месте. Здравствуйте. И знаете, у нас такая программа в Мотыкалах хорошая, что я думал, может быть, я и не буду говорить, чтобы дать нашим братьям и сестрам поучаствовать. Но я думаю, что я буду коротко для того, чтобы и нашим братьям и сестрам было время поучаствовать. Я хочу немножко поговорить о том, что мы должны приносить плоды Господу. И мы, если откроем место Священное Писание, обозьмем и прочитаем Матвея. Мы посмотрим, что когда Иисус Христос, 21 глава, с 18 стиха и ниже, написано, что он шел по дороге и увидел смоковницу, и подошел к ней, и не нашел там плодов. И, знаете, он сказал, да не будут спреди тебя плода. И написано, что она потом засохла. Я как бы размышлял об этом. И так понимаю, что Господь хочет, чтобы мы приносили плоды. Господь хочет, чтобы мы трудились над собой, трудились на Ниве Божьей и на Его полях. И Господь хочет, чтобы наши ветви, да, духовно, да, они были полны плодов. Чтобы мы приносили плоды. И я зачитаю местописание. Это Исайя говорит о том, что он сделал все для того, чтобы мы приносили плоды. Это возьмем, это написано, 5 глава, да, и с 1 стиха и ниже. Написано так, что он обнес ограды виноградник, да, свой. Он поставил, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его, и выкопал в ней точилы, и ожидал, что они принесут добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И вот Бог говорит через Исаию, что он все сделал. И я начал размышлять на эту тему, и понял, что Бог для нас в церкви все то же самое сделал. Господь нас нашел в этом мире, привел в Дом Божий, оградил нас, наш дом, заботой своей, дал нам все для жизни. И у нас все есть. А приносим ли мы добрый плод? Знаете, если и зачинаем еще одну притчу, написано тоже от Луки, написано, что была смоковница в винограднике, и пришел господин, и посмотрел, нет плода. И он говорит, сруби ее, зачем она зря, вот здесь вот просто растет. И садовник говорит, подожди, я потружусь над ней. Я начал размышлять, может, мы похожи иногда часто на эту виноградную, может быть, лозу, которой мы говорим, мы не смоковница, посмотри, у нас есть плоды. А господин говорит, а какие плоды есть? Господь нам иногда, не иногда, а всегда нам дает все, а мы иногда ничего Ему не даем, а иногда что-то делаем, как одолжение для Него, и это Господь расценивает, как дикую ягоду, потому что мы идем на собрание без желания, потому что мы трудимся иногда, потому что меня попросили, как обязанность, такая, я иду, что-то попросили, ну ладно, я пойду, или я поеду. А Господь хочет, чтобы мы с открытым сердцем. Я начал размышлять, что же Господь, какое повеление дал, какие плоды Он хочет видеть. И знаете, если мы почитаем, мы увидим, что Господь, когда возносился, Он дал такое повеление, Он сказал, идите, это от Матфея, последняя глава, написано, последние стихи. И Он сказал такое, что идите и всем, да, всех научите, всем расскажите о том. Это 28 глава, и написано 19 стих. Итак, идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. И я думаю, что это повеление, это каждому из нас. И Господь хочет, чтобы мы и шли, и трудились, на Божьей Ниве, чтобы мы могли все, что есть у нас, отдать на служение Господу, для того, чтобы мы могли приносить добрые плоды нашему Богу. Все наши способности, вся наша жизнь, что принадлежала Господу, чтобы мы трудились для Господа. Если я могу послужить транспортом, я должен послужить. Очень часто, разговаривая с людьми, люди говорят, я столько трудился, у меня ничего не получилось, и однажды прочитал такое свидетельство. Один человек получил откровение, взял свою семью и поехал в город на миссионерское служение. И он говорил об Иисусе Христе очень много. И пришло время, он похоронил старшую дочь, потом похоронил младшую дочь. И пришло время, когда и жену похоронил, и от всего этого у него поднялся сахар в крови, и он перед смертью ослеп. И он просил постоянно слугу свою, чтобы он просто выносил его возле дома его, и он всем прохожим говорил об Иисусе Христе. И при жизни своей он не услышал и не увидел, чтобы кто-то покаялся. И когда он умер, написано, когда я читал, там было написано, что на похороне встал один человек и начал говорить, это великий человек. И начал о нем говорить доброе слово. И впоследствии этот человек стал пастором в том городе, и там была большая церковь, и слава нашему Господу. Я верю, что когда мы получаем от Бога какое-то откровение, чтобы трудиться для Него и что-то делать, иногда не получается, иногда трудишься, делаешь, прилагаешь усилия, иногда ничего не получается первое время, и слабеют руки, иногда мне говорят, зачем это делать? И я размышлял, и я говорю, надо делать, и надо трудиться, и надо приносить добрые плоды нашему Господу, стараться от всего сердца это делать. И знаете, я пришел к тому, что церковь должна быть миссионерская, церковь должна говорить об Иисусе Христе, церковь должна быть, знаете, я так сравниваю сегодня, как вот ночные рекламные щиты, знаете, едьте по городу, он красиво, ярко горит в ночи. И вот церковь, она должна быть вот такой яркой, чтобы говорить всем, что есть выход в это время, в это смутное, тяжелое время, есть выход, что Бог дает выход. И церковь должна быть светом, она должна ярко гореть, так, чтобы люди во тьме, видящий свет этот, могли приходить и находить спасение. Мы часто жалуемся, я уже не буду зачитывать места Писания, но я буду говорить, что часто мы жалуемся, что у нас что-то, я не могу говорить Слово Божие, я не могу проповедовать, у меня не клеится, у меня нет голоса, я не могу рассказывать стихи, и мы часто находим какие-то, ну, в себе причины какие-то. Знаете, я размышлял, я увидел, что даже у Моисея было такое самое, когда Бог ему говорит, послушай, иди, выводи народ израильский, он говорит, я косноязычен, я не умею говорить, Господь, ты знаешь, что, ну, я готов, но вот пошли кого-нибудь другого, у кого язык хорошо работает, у кого не косноязычен, и все такое. И Бог говорит, разве я не могу тебя исцелить, разве я не могу все это сделать в твоей жизни? И написано, что Бог взял и говорит, там будет брат твой, будет Арон, будет вместо тебя говорить. Часто мы похожи на Моисея, часто мы похожи на некоторых людей, которые мы говорим, я не могу, потому что меня никто не послушает, я не могу сегодня петь, потому что у меня голоса нету. Можно трудиться на небе Божьей, не только петь, можно и говорить, можно и жизнь своей светить, так что люди будут видеть свет Божий в нашем. Я думаю, что каждый христианин должен светить в своей жизни. Это первое, наверное, самое главное для христианина, чтобы мы были светом в этом мире. Часто люди считают себя недостойными, старая жизнь, какие-то грехи старые вспоминают. Сатана специально старую жизнь берет и вам напоминает, и вы, вспоминая заднее, вот это вот, начинаете думать, что, а что я буду говорить? У меня вся жизнь поломана, а Бог говорит, что я все простил, я очистил, омыл тебя, ты делай Божью работу. И мы слышим очень часто такие великие свидетельства, когда человек много что в своей жизни неправильно делал, потом пришел в церковь, покаялся, Бог изменил его жизнь, и когда он встает за кафедру, начинает говорить, мы чувствуем, что Бог поменял его жизнь. Люди смотрят на него, которые знали его по прежней жизни, говорят, ну по-настоящему его Бог поменял. Обратите внимание на его жизнь. И мы видим, что Бог меняет людей. И мы должны трудиться для Господа, приносить ему добрые плоды. Мы должны работать над собой. И знаете, я как-то размышлял много Нивы, да, и она вся побелела. А мало работников, мало тех, кто может пойти и трудиться, и сжать эту Ниву. Мало желающих. И я так размышлял, что нам надо всем вместе идти. Я смотрел статистику, 85-80% церкви, которые ничего не делают, только 15-20%, которые активно трудятся, а остальные, как бы они пассивные. Как бы хотелось бы, чтобы вся церковь активно трудилась на Ниве Божьей. Чтобы она работала, как хотел бы Господь, чтобы мы все вместе могли делать Божью работу. И я уверен в том, что Господь нас бы благословил еще больше. мы должны работать над своим характером, чтобы наш характер становился другим, чтобы через нашу жизнь светился Господь, и мы становились другими. Если мы посмотрим, что Господь приходит время от времени и смотрит на нас, есть ли плоды. И знаете, иногда Господь, если мы посмотрим в ветхое время, когда вышла рука и написала, что ты взвешен и найден очень легкий, да? Пришло время, когда Бог пришел в его жизнь и посмотрел на его жизнь и взвесил его на весах Божьих. И в нем не оказалось ничего ценного. Он оказался без плода, он оказался пустым. Приходит время, когда Господь приходит в нашу жизнь и оценивает, и взвешивает наши плоды и нашу жизнь. И когда он взвешивает, он оценивает то, что не оценивают другие. Он ищет то, что другие не ищут. Он ищет плода хорошего для того, чтобы мы приносили. И сейчас мы все во многих церквях жатва, день благодарения, да? И мы как бы благодарим за все. Но мне бы хотелось бы, чтобы мы больше всего приносили духовных плодов, чтобы мы трудились над собою, трудились на Неве Божьей, чтобы у нас было, знаете, когда Господь придет, посмотрит на нас, скажет, вот, есть плоды. Эта смоковница, она приносит плод свой. Оно не зря занимает место. И мне бы хотелось бы, чтобы каждый из нас мог принести эти плоды. Я буду заканчивать, мы сейчас помолимся. И мне бы хотелось, чтобы мы вместе помолились за то, чтобы Господь пришел в нашу жизнь и помог нам приносить добрые плоды. Иногда Господь приходит и обрезает нас. И это бывает очень больно. Но я вам расскажу один случай. Там, где я родом, у нас там виноградники. И когда у нашего дедушки был виноградник, и есть сейчас, и дедушка у меня не служил Богу, и вот он запил, вошел в запой, и надо было весной чистить виноград. И отец говорит, давай остригем так, чтобы он постоянно делал из этого винограда вино. Остригем так, чтобы он не приносил плода. И остригли его очень-очень коротко. Но к осени было много урожая. И старики говорят, чтобы лозу в наших краях, чтобы она обновлялась, надо ее остригать коротко. Очень коротко. Тогда она пускает новые ветви, да, или лозы, как по-другому говорят, и потом начинает хорошие плоды приносить. Иногда бывает и в нашей жизни, когда Господь и нас обрезает, и иногда, как говорится, больно нам, но вот нам нужно для того, чтобы мы приносили добрые плоды. Я бы хотел, чтобы мы помолились и не побоялись сказать, Господь, вот мы перед Тобою. Если нужно что-то обрезать, обрезай. Но мы хотим после этого приносить добрый плод и хороший плод для Тебя. Давайте слоним колени, помолимся. Аминь. В краю неведомом, далеком, жил человек один давно. Был бедным он и одиноким, и все печалило его. Тяжелым крест ему казался среди унылых, мрачных дней, уж очень сильно огорчался он из-за бедности своей. Однажды сон ему приснился, невероятный, но простой, что он как будто очутился в просторной комнате одной. Плохих последствий не предвидя и, посмотрев по сторонам, он множество крестов увидел, расставленных и тут, и там. Не поняв ничего сначала, заметил с интересом вдруг, что неким легким покрывалом был каждый крест накрыт вокруг. И голос он услышал ясный, «Мой друг, запомни эту ночь, на крест свой светуешь напрасно, но я могу тебе помочь. Любой другой ты выбрать можешь и положить мучениям край. Возьми полегче или дороже, ну что, согласен? Выбирай». Бедняк подумал, предложение имеет смысл и непростой. И вмиг, отбросив все сомнения, решил он делать выбор свой. Он взял крест первый, не по силам, второй пытался, не поднял, и третий сразу опустил он, четвертый лишь на миг он взял. И каждый крест, который брался на свои плечи, он завалить, все тяжелее ему казался. Бедняк подумал, «Как же быть? Что делать мне теперь? Быть, может, не так задача и проста, как не старался я, но все же по силам не нашел креста». И с грустью искренней случайно он в угол комнаты взглянул. Последний крест, к нему печально с надеждой руку протянул. И, приподняв его немного, вдруг от улыбки засиял. «Вот крест мне, вот моя дорога! Нашел я то, что так искал. Меня никто пусть не осудит, ведь больше крест от всех других. Я думал, тяжелее он будет, а он гораздо легче их». И сняли сразу покрывало с креста, который указал. И взгляд печальный и усталый там слово «бедность» прочитал. Не ждал такого он ответа. Мелькнула мысль уже, ну вот, и понял вдруг, бедняк, что это и есть тот крест, что он несет. Мы часто молимся, вздыхая, и просим «Господи, прости, но что мне делать, я не знаю, не в силах крест я свой нести. Освободи хоть на минуту меня от ноши, Боже мой! Быть может, что-то перепутал, и там нести мне крест чужой, чтобы нам подобное не снилось. Знай, Бог нас прежде возлюбил, и что бы с нами ни случилось, не даст нести он крест сверх наших сил. Аминь. Иисус мой крест, Пусть даже я страдаю, Господь всегда со мной, бытя, пища. И если вдруг креста все презирают, Тому, кому я жизнь свою подам, Не поверну, Мне нет пути назад, Я создан, чтобы жить, Любить, любить, Спасать, Не поверну, Пусть мне грозит беда, Со мною будь спаситель мой Всегда. Его любовь Его любовь Ничем нельзя разрушить, Тюрьме стоит И силой не отнять, И если страх И если страх Охладывает душу, И если грех Причок меня Опять Не поверну Пусть мне грозит беда, Пусть мне грозит беда, Пусть мне грозит беда, Пусть мне грозит беда, И если вдруг И если вдруг Наступят не затмения, И не друзей, И я лишен всего. Когда придут тревоги и сомненья, я не отвергну Бога своего. Не поверну, мне нет пути назад, я создан, чтобы жить, любить, спасать. Не поверну, пусть мне грозит беда, со мною пусть спаситель мой всегда. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет не так нечестивые, но они, как прах, сметаемый ветром. Ибо не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Слава Богу! Всех приветствую! Немножко так расскажу о себе, что Бог сделал в моей жизни. Многие, может, знают, потому что многие молились за меня. Много было молитв за эти три года, которые я болела. Вот. Слава Богу, болела в прошедшем времени. Вот. Ну, если так сначала начать, с чего все началось. Ну, просто так получилось, вот, что случилась в моей жизни такая беда, в моей семье, даже для моих родителей. Это не только была для меня такая беда. Вот. Лопнуло одно образование в моем животе, и, в общем, я чуть не умерла. Вот. Я лежала у мамы на руках, мама кричала, молилась, и я чудом пришла в себя. Вот. Вот. Два часа меня врачи, может, так спасали. Потом только через какое-то время я не знала серьезность, как бы, всех того, что говорят, что вот внутри брюшное кровотечение, что вот от него умирают. Я не понимала ничего этого. Потом через недели-две я узнала, что в одной деревне знакомой от этого умер человек. Просто, ну, сразу же скоропостижный, летальный исход. Я не знала. Только со временем я начала осознавать. Потом проблемы возникали вновь и вновь, и мы молились, и я несколько раз призывала служителей, мы молились, молились, но Бог как будто молчал. Просто не было никакого ответа. Вообще не было ответа. Я уже думала, что Бог забыл про меня. Я уже думала, что, может быть, я уже недолго поживу, вот такая молодая. Но Господь ответил. Ответил через время и сказал мне, ты думаешь о смерти, но благодари, что ты жива. Просто не думай о ней. И потом я поняла, что все-таки еще надо бороться, нельзя сдаваться. Прошел год. Через год еще одна операция. Потом еще год молились, молились. И каждый раз, когда я приходила к врачам, я уже надеялась, я верила, я сидела под кабинетом. И я не знаю, у меня была такая надежда в сердце внутри, что вот-вот, я сейчас приду, и будет чудо, и врачи скажут, у вас ничего нет, вы можете идти домой. Но этого не происходило. И были разные моменты. Бывало, что я, выходя из от врачей, я просто обижалась на Бога. Честно, вот я просто могла выйти, идти, опустивши голову, и говорить. Думать, Господь, почему вот так в моей жизни? Почему я хожу в церковь, молюсь, верю, но ничего не происходит? А некоторые не задумываются ни о чем, где-то ходят, и все у них хорошо. Потом я каялась за свои слова, просила прощения. Все вроде как становилось нормально. И вот три месяца назад мне сделали еще одну операцию, и перед ней у меня было такое состояние, когда я уже готовилась к ней, наверное, целый год. Постоянно все это двигалось, двигалось, что-то срывалось, то у меня температура резко поднимется, то еще что-нибудь. И постоянно врачи ее откладывали. Я уже думала, что вот-вот-вот, что-то, наверное, должно произойти такое. Чудо. Ну, ничего не произошло до того момента. И уже, когда меня положили в больницу, я, наверное, в тот момент поняла, что значит, из не могшей в вере быть. Я просто уже, просто, как Авраам, ждал и не видел, что что-то произойдет. Вот я просто тоже. Мне вроде бы Бог говорил. Были откровения, были видения, что все будет хорошо через сосудов. Но я не видела никакого результата. И я просто лежала и думала, думаю, Господь, вот-вот, за мной придет врач и скажет, пошли. И я пойду или снова лягу на операционный стол. И где? Я просто думала, Господь, почему все так? Почему так происходит? Я не понимала. Я не понимала, что даже через эту операцию все равно я получу благословение. Я просто на тот момент, я просто отчаивалась. Я просто не знала этого. И уже, когда мне сделали операцию, после этого, наверное, через, я не помню, может, даже после нее. Но в тот момент, когда я лежала в больнице, мне приснился такой сон, что я убегаю от дьявола. Он просто бежит за мной. А я убегаю от него по большому тоннелю и, встречая на своем пути близких мне людей, я подбегаю к ним, думаю, что вот-вот, я к ним подбегу, они меня спасут. Но я подбегаю к ним, и я понимаю, что это он, ну просто в лице этих людей. И я снова убегала от него. И потом появился какой-то такой трос, такая веревка. Я за нее ухватилась и не успевала за ней бежать. Она ползла так быстро, что я падала просто, меня тащила. Мне было очень больно, я снова вставала, бежала за ней. Но я боялась ее отпустить, потому что я знала, что если я ее отпущу, то все, он меня догонит. И потом закончился этот туннель, и появился такой лестничный пролет. И эта веревка ушла между перилами, так вниз. И я понимаю, что если я буду спускаться сейчас по ступенькам, он меня догонит. Я думаю, прыгну я за ней, что будет, то будет. Но уж точно не к нему в руки. И я, наверное, проснулась на том моменте, как я прыгнула. И потом только я поняла, что вот я уже хотела отказаться, если честно, от операции, были такие моменты. Но я поняла, что вот этот вот прыжок, это было согласие, это было полное доверие. Потому что отдаться даже, как говорится, в руки врачам, в руки Бога, это тоже решение. Я просто шла, и я просто уже решила для себя, думаю, Господь, что будет, то будет. Прогнозы были очень плохие. Врачи говорили, что все. У тебя очень сложный, как говорится, случай. Тебе просто, ну, как говорится, все, ничего не оставят. И я уже шла, уже думаю, ну ладно, раз Бог так решил, значит так надо. И когда уже я пришла в себя, пришли врачи, я еще не знала, что произошло вообще и как. Но пришла врач, я говорю, я спрашиваю, говорю, ну что, хоть что-то еще есть, какие-то надежды, все должно, хоть что-то будет хорошо. Врач посмотрела и говорит, у тебя все обязательно должно быть хорошо. Сама заведующая, которая делала ее, сказала, я не ожидала, что будет такой исход. Просто, несмотря на то, что было, какое было все сложное и какая сложная была операция, она сказала, у тебя все хорошо. И сейчас уже, я знаю, что вы молились, когда была операция, перед ней много молитв было. И уже третий месяц, вот я хожу к врачам, и все только лучше и лучше, лучше и лучше. Диагноз остался, как бы он не ушел. Но болезнь, я верю, что она меня оставила. Потому что без лекарств я не прохожу никакого лечения. Я не пью таблеток, вообще ничего абсолютно. И в то же время все хорошо. Слава Богу. И за все это время, пока я болела, я просто увидела, какой я все-таки благословенный человек. Какая у меня семья, муж. Просто вообще Бог во всем остальном благословлял. Долго не могла найти работу. Сейчас у меня и работа появилась. Все просто. И я просто не знаю, может, если кто-то тоже в такой ситуации, в какой-то вычаянии, просто никогда не опускайте рук. Просто никогда. Я три года молилась, падала, вставала. Я думала, что вот, но я успокаивалась с тем, что кто-то и дольше, кто-то и всю жизнь борется. Поэтому, сколько мы живем, мы не знаем, когда Господь явит для нас, когда мы получим ответ. Поэтому нужно просто верить. Слава Богу. Спасибо еще всем, кто молился за меня. Все, спасибо. Я благодарю Господа и приветствую вас всех. Дочь уже свидетельствовала. Да, это трудный период в нашей жизни. Слава Богу, сейчас все хорошо. Я тоже принесла какие-то вот, произошли у меня испытания. Я тоже четыре дня как выписалась из больницы после микроинсульта. Но, слава Богу, я на своих ногах. Мои руки действуют. Хотя врач, которая сказала, говорит, инсульт был такой хороший. Киста осталась, нужно приберечься. Но я видела просто людей, которые точно с таким же диагнозом, как я, как они ходят там вдоль стеночки. А я, слава Богу, уже даже работаю. За все это только благодарение Господу. Ну и хочу поделиться и своими произведениями, и не своими произведениями. И, как брат Олег говорил, что мы должны приносить плоды. А вот в жизни я встретилась с одним человеком, через которого родился у меня вот такой вот стих. Я хочу поделиться. Беспечна жизнь течет моя. Большая у меня семья. Есть много братьев и сестер. Друзья хорошие кругом. Я к ним за помощью хожу. Коль денег нет, то одолжу. Зачем сажать? Зачем копать? Ведь можно у соседа взять. Долги мне трудно отдавать. Ведь их учил сам Бог прощать. Так пусть простят долги они. У них проблемы не мои. Мои мне кажутся горой. А их, как брод, пройдет любой. То там возьму, то тут дадут, То сами в дом мой принесут. А враг не дремлет и не спит. В душе родился паразит. Так вот, мы не должны так относиться к Господу, к нашему, Что ты нам дай, Господи, все, а я взамен ничего. Мы должны тоже трудиться. Трудиться, зная, что он нас, конечно, принимает в любом нашем состоянии, Потому что его любовь безгранична. Но мы не должны вот так вот пользоваться просто его любовью. Мы должны тоже отдавать ему и свою любовь, И делиться этой любовью с ближними. И такой стишок о любви. Знаешь ли ты, что такое боль? Боль, что терзает тебя изнутри. Знаешь ли ты, что такое страх? Страх, что мешает дальше идти. Знаешь ли ты, что такое смерть? Смерть, что приходит в назначенный срок. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ту, что рожденному жизнь дает. Эта любовь убирает боль. Эта любовь побеждает страх. Эта любовь одолела смерть. И воскресенье в ее руках. С неба глядит на тебя любовь. В сердце приходит, как тихий вздох. За руку держит средь бурь и гроз. Имя любви. Иисус Христос. И я хочу еще сказать о том, что вот эту вот Божью любовь можно сравнить как бы с любовью матери. Потому что мама, она всегда поймет, она всегда поддержит. Как и Господь. Нас всегда понимает и всегда поддерживает. И что бы ни случалось в нашей жизни, мы должны молиться за своих детей. Как бы нам не было тяжело. Я хочу песней поделиться. Там фонограмму включите, пожалуйста. Эта песня, ну, не мной написана, но она мне очень нравится. Мама плакала, хлопнув дверью. Ты ушел с оскорбленным видом, Не желая любить и верить, Просто ее не желая видеть. Мама, помни, ручонки детские, Что тянулись к ней с лаской просьбою, А сегодня упреки дерзкие, И лицо так жестоко брошены. Плачет мама и тихо молится одного, Сердце ее хочет, Чтобы истина яркой молнией Озарила путь твой полночный путь. Зачеркнув обещания прежние, Гаснут добрых желаний и искры, А душа беззаветно нежная, Черт твой коркой покрылась быстро. Ты с молитвами храбро борешься, Ты боишься решений сложных, Но однажды предстанешь горе сна Пред судом справедливым Божьим. Мама плакала, Хлопнув дверью пилу, Чтобы истина яркой молнией Озарила путь твой полночный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Мама плакала, хлопнув дверью, Ты ушёл с оскорблённым видом. Не желая любить и верить, Слёз её не желая видеть. В страхе пряча глаза от спасителя, Ты поймёшь положение серьёзное, И одним из твоих обвинителей Будут тихие мамины слёзы. Плачет мама и тихо молится Одного в сердце и хочет, Чтобы истина яркой молнией Озарила путь твой полночный. Плачет мама и тихо молится Одного в сердце и хочет, Чтобы истина яркой молнией Подарила путь твой полночный. Путь твой полночный. Вот я стою у подножья горы, Нет на неё сил подняться. Там на горе моё счастье, Там на горе мир и покой, Там на горе нет печали. Боже, дай сил мне на гору взойти, Преодолев испытания. Это гора, это жизнь за Христом, Сколько на ней есть ступеней, В небо по ним Скоро я поднимусь, Если дойду до последней. Если дойду, не упаду, Бездну с опасной кручины. Если за руку Христа я возьму, Он оградит и до силы. Очень легко Той вершины достичь. Если имеешь ты крылья, Крылья тебя оторвут от земли. Ввысь устремишься, Ты дивна. Крылья дают, Лишь молитвы твои, Твёрдая вера в Иисуса. Крылья свои Поскорей разверни, В небо стремись И не бойся. Здесь мы живём, Как на гору идём, Взлёты здесь есть И паденья, Мучат порой Нас сомненья и боль, Но впереди Есть надежда. Там впереди В небо врата Счастье и радость Без меры Знай, что тебя Ждёт Христос в небесах. Только лишь искренно веруй, В небо открыты для церкви врата, Только за Господом следуй. Слава Господу за всё! Слава Богу! Только что дочь моя здесь стояли, Потом жена, теперь моя очередь. Я благодарю Господа за то, Что нахожусь здесь сегодня среди вас. Благодарю Бога за то, Что Он сохранил нас до сего дня, Сберёг дома наши, семьи наши, И мы можем здесь сейчас вместе с вами Славить Его и наслаждаться Его присутствием. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! И вот вначале я хотел бы кратенько так, Тут уже о себе говорили, Я немножечко так о себе очень коротко, Потому что время бежит. Родился я в семье неверующей, Его всё можно сказать так. Но, учась в школе потом, И был и комсомольцем, и пионером, и оптикбрёнком, И мало того, Был секторём комсомольской организации школы, И приходилось проводить лекции. Так назывались тогда наука и религия. Кто ходил в школу, те помнят. В то время, где были вот эти журналы, Где по-всячески, в неприглядном цвете, Описывалась жизнь христиан. Вот. Но, слава Богу, меня это как-то не зацепило. Мне казалось, что это обыкновенные нормальные люди, Просто они немножко не понимают. Живут ещё тем, чем-то старым, древним таким. Вот. Но, когда я служил уже в вооружённых силах, Жизнь меня заставила взмолиться первый раз. Жена помнит прекрасно тот день, наверное, Когда я приехал весь, Тогда, наверное, появились у меня первые седые волосы. Отправили меня на... То есть, тренировка по связи, И мне назначили место, высота. Она находилась за танкодромом, за стрельбищем. И в тот день не должно было быть никаких стрельб, Только тренировка по связи. Но, где-то командиры не договорились, И была стрельба. И как раз всё летело в нашу сторону. Стреляли с танков, стреляли с пулемётов танковых. Вот тогда я молился первый раз. И вышел на улицу, чтобы экипаж не видел, Потому что мне было стыдно перед ними, Что они увидят всё. И что-то долетало, что-то не долетало. Вот. Я привёз ещё трофей. То, что угодил. Ещё и горяченький выкопал. Мимо пролетел. Буквально... Сначала услышал шуршание, А потом... Ну, это... Пуля с танкового пулемёта. Ну, это уже неважно. И когда я ехал уже домой с полигона, То я ехал и благодарил Бога. Один голос мне говорит, Да это так просто повезло. Хотя я и звонил по телефону, Я выходил на воинскую часть. Я просил, говорю, что вы делаете? Ну, всё равно ничего не прекратилось. Оно два часа стреляло. И вот это была первая молитва. Потом я был переведён с Германией уже на крайний север. И там мой ребёнок начал болеть. Первый раз он заболел серьёзно. Мы вызвали скорую. Пурга, метель, мороз. Хотя мы жили недалеко от станции скорой помощи. Скорой не было. Никакие лекарства, ни с чего не помогало. И скорой нет. Единственное, что я думаю, Господи, ты мне уже один раз помог. Ну, мне было стыдно тогда. Я уходил, закрывался, чтобы никто не видел. И не знал, что я Богу молюсь. Вот. И вы знаете, я молился, может, не знаю, сколько времени. И пришло освобождение. Болезнь покинула ребёнка. Через некоторое время опять у меня ребёнок заболел. Там сильные ветра, мороз, надуло глаза. Там сильнейший конъюнктивит. Опять скорую. Опять нету скорой. И я уже побежал на станцию скорой помощи сам. Оделся пешком. И всю дорогу молился. Господи, ты уже мне второй раз, я тебя прошу. Говорю, кто я такой? Я в церковь не хожу. Тебе не молюсь. Я грешник такой. И говорю, мне стыдно к тебе обращаться. Ну мне нечего делать. И вы знаете, когда я привёз уже скорую, сам туда привёз их. Пришли. У меня мой ребёнок просто чудо произошло. Глаза открылись, всё прошло. Скорая говорит, чего вы нас тут тревожите зазря. Вот. Ну и потом, вот у меня как-то появилась такая уверенность. Я начал где-то искать Бога. И в то же время стеснялся. Мне было стыдно. Скажут, ну вот, вроде бы взрослый человек такой. И вот это было посеяное в школе. Оно давало какие-то плоды. Ну и потом я перевёлся служить сюда, в Брест. И здесь я начал молиться уже чаще. Купил автомобиль. Иду на стоянку, молюсь. День отъездил. Вставлю машину на стоянку. Иду со стоянки домой, молюсь, чтобы Бог сохранил. И так каждый раз. И я был уверен, что это меня Бог хранит. Не то, что я там правила хорошо соблюдаю, или я такой ездок хороший. Нет. Я был уверен, что меня просто Бог хранит. Вот. И я шёл, и даже мне казалось, я его вижу. Вот. А когда начал ездить, за такое время было, начал ездить в Польшу, то начал молиться ещё чаще. Потому что я даже тогда шутил. Говорю, первым, кто в рай попадёт, говорят, это таможенники. Потому что они заставляют всех усердно на границе молиться. Вот. И мы с женой ездили. И вы знаете, как молюсь, так как-то и очередь идёт. И мне всё жена говорила, давай помолись. Ты как помолишься, так всё удачно всегда. Хе-хе-хе. И вот это мне дало, толкнуло к тому, что я начал искать Бога. Начал ходить по церквям, православным, костёлам. То есть, искал, не понимал, чего я ищу, но ищу. И вот однажды так случилось. Мой брат в Киеве, он тяжело заболел. И уже был в тяжёлом состоянии. И в больницу, где он лежал, приходили верующие люди. И вот они молились, и он получил исцеление. И звонит мне, как-то мы с ним разговариваем. И он говорит, что вот так и так, вот я в церковь. Я говорю, а ты хоть в правильную церковь ходишь? Он говорит, да в самую правильную, не переживай. Я всё время думаю, ну вот, наверное, в какую-то секту влез. И я решил поехать посмотреть. Может, надо помочь брату, там как-то его убедить. Я же всё-таки читал журналы эти, лекции проводил. Много знаю, вот. Как они затягивают. И потом... Приехал туда, ну и решил пойти. Они там собирались, снимали драмтеатр на время богослужения. И вот мы с мамой поехали. Идём в метро, чтобы туда поехать на Крещатик, в драмтеатр туда на богослужение. У меня ни с того... У меня никогда не повышается давление. Она может понизиться, но никогда только не повысится. Но здесь у меня такое давление. Я иду, я не вижу дороги. Я падаю. Я теряю сознание. Я сажусь и чувствую всё. Я сейчас упаду. Мама мне говорит, это тебя сатана не пускает. Дала мне какую-то таблетку. Я выпил её, посидел. Ну, я так думаю себе, нет. Я всё равно туда попаду, куда я себе наметил. И вот, уже придя на это богослужение, там... Я не помню ни одной проповеди, но я запомнил просто свидетельство. Почему я сейчас говорю своё свидетельство? Я запомнил свидетельство в Киеве одного бандита, бывшего. Он киевский такой авторитет. Он там заправлял всеми этой мафией, этой бандой киевской. И он покаялся и пришёл к Богу. И вот его свидетельство меня коснулось. И мой брат, который уже на тот момент был верующий тогда, спрашивает меня, ты хочешь Богу служить? Я говорю, конечно, хочу. Он говорит, тогда тебе надо покаяться. Я говорю, это обязательно? Да, обязательно. Значит? Значит, надо. И вот мы вышли тогда вместе с мамой, вышли и на покаяние. И вы знаете, я выходил, я вам скажу, я не готовился к этому покаянию. У меня не было такого, что вот... Но я осознавал, что я грешник, и что мне нужно покаяние в любом случае. Мы вышли, и вот тогда, когда я совершал молитву покаяния, вот тогда Бог коснулся меня. Я вообще такой человек не очень эмоциональный, так, чтобы плакать или ещё что-нибудь. Вот тогда и слёзы меня пошли, и всё. И вышли из церкви. И вы знаете, Бог сразу же очистил мою речь, в первую очередь. Тот, кто служил долго в армии, знает, что какая там речь. Вот. Но удивительно, и самое интересное, удивительно, меня очистилась речь, я даже не сознательно. Не то, что мне... Раньше нужно было подбирать выражения, где-то там, как скажем так, в общественном месте, нужно было подбирать слова, выражения, чтобы случайно не вылетело нехорошее что-то. А тут само не вылетает и не надо подбирать. То есть, Бог... Слава Богу! Да, слава Богу, Бог чудно очистил. И я заметил то, что меня не тянет курить. Но, идя в церковь, перед этим ещё я купил пачку сигарет. Ну, они на Украине были дешевле, у нас очень дорогие. Попробовать. И, вы знаете, была моя ошибка в этом. Мне Господь говорит, я прям чувствовал. Говорит, выброси. Я говорю, возле урны стою, выброси их. Ну, думаю, ну я же хотел их попробовать. И моя ошибка была, что я думаю, ну вот попробую и выброшу. И мне пришлось потом два года ещё бороться с этим попробую. И... Ну, мне было стыдно. Я курил, мне было... Я уже... Ну, искал Господа. Приехал в Брест здесь. Я ездил в Польшу. Видел, как тут строится это здание. Но я не знал, кто. Ну, мне говорят, какие-то баптисты, какие-то баптисты. Ну, я ходил на фортечную, ходил на вытелки туда-сюда и там где-то. Ну и... Однажды приехали сюда. И, вы знаете, уже первый раз мы там сели в конце. Это был... Где-то была весна. Начало весны 2002 года. Я тогда почувствовал, сердце моё почувствовал, что это именно та церковь. Я ещё не знал, что это вот. Мы, христиане веры евангельской. Я ещё не знал. Но я почувствовал, что это вот именно сюда. Мне так здесь стало хорошо. И мы подошли тогда. И с мамой подошли. Сказали, что так и так. Мы в Киеве принимали покаяние и начали ходить в эту церковь. Но я продолжал курить. И садясь в машину, я уже бывало жду, скорее бы закончилось, чтобы в машину отъехать подальше и закурить. И каждый раз мне было стыдно. Я говорю, господи, мне стыдно. Но я не могу ничего поделать. Мне это нравится. И говорю, помоги мне. Сделай так, чтобы меня это отвернуло. Чтобы я не хотел. И каждый раз я так вот берусь. И всё время говорю, господи, мне стыдно. Но я не могу ничего с собой поделать. Помоги мне. И вот однажды ночью во сне меня сжали такие волосатые когтистые руки. Так сильно сжали. Перевернули вверх ногами, вниз головой. Я чувствую, что я задыхаюсь. Я взмолился ночью во сне. Говорю, господи, если ты мне сейчас поможешь, я не прикоснусь больше ни к одной сигарете. И тут только я так сказал, сразу раз, я задышал. Открыл глаза, думаю, надо же такому присниться. Вот. Утром встал на работу. И у меня на холодильнике всегда лежали сигареты там. Я как сейчас помню, 6 пачек только купленных. И я мог обед с собой не взять, мог хлеба не взять. Но этого я не мог забыть. И только рука вверх потянулась. И прям слышу, ты же пообещал. Я так еще выглянул за дверь. Меня аж, знаете, похолодело. Думаю, так я ж во сне пообещал. И опять руку туда. Ну ты же Богу пообещал. И мне так стало страшно. И потом такое слышу, мне говорит, а что тебе стоит не взять сегодня с собой? Ты просишь, просишь. А сам каждый раз их в карман кладешь. Я думаю, и действительно, чего я так вот попробую день-день. И я пошел на работу и не взял с собой сигареты. И вы знаете, с того момента я не курю. Слава Богу! Господь убрал и желание даже. На работе провоцировали сколько раз. Давали там, на, вот, подержи, там, то, сё. Нет. И с тех пор не курю. И боюсь начинать. Но уже и не хочется. Да, уже с 2002 года, уже прошло достаточно времени. Ну, поначалу, хотелось, знаете как. Но, плоть, вот, осталась привычка. Ну, я с Божьей помощью поборол это всё. Точно так же и с алкоголем мне Господь очистил. Я благодарю Бога за всё. И как только сатана поработал со мной, тут перекинулся на мою жену. Видит, что тут со мной не получилось у него, перекинулся на неё. Ни с того, ни с сего. У меня жена начала противиться, выбирая или я, или Бог. Начала употреблять спиртное. Может, кто-то, кто ходит давно, помнит, как. Вот, приходилось ей... Вот, однажды она тут выходила, потом каялась. Слава Богу! Я молился за неё. И вот мотыкальцы очень хорошо помнят это время. Мы молились. И я молился. И было пророчество не один раз. И я уже как-то молюсь и говорю, Господи, может, я ошибку совершил. Ну, вы знаете, у меня уже терялось такое терпение. Я хотел развестись. Думаю, может, другую себе жизнь какую-то устрою. И такие мысли, знаете, вот на этой почве. Я каждый раз становился на молитву. Мы с детьми молились. И вот я молюсь в тишине ночью. Ну, перед тем, как спать ложиться. И я слышу, как, ну, Господь касается. И потом через... На следующий день, где-то или через день, было у нас собрание. И через пророка Господь говорит, я слышал твою молитву. Ты не любишь свою жену. Вот ты ее возлюби, и тогда ты увидишь перемены. Я ее подниму высоко-высоко. И тогда я начал просить у Господа. Думаю, Господи, дай мне той любви. Я начал просить, и вы знаете, у меня проснулась вот та любовь, которая, знаете, как бывает первоначально. Вот всегда молодые у них вначале любовь, любовь, потом она когда-то как бы уходит где-то, что это... Да, и вот у меня она проснулась, вот это... И мне казалось, что прекрасней человека нету. Она приходит домой в таком состоянии, а я рад. То, что она дома, что она рядом со мной, и мне этого было достаточно. И Бог начал действовать. Бог начал действовать. Она меня попросила, говорит, давай поедем в церковь. Позвонили тогда Василию Михайловичу, собрали совет, я помню. Она, чтобы не убежала, говорит, только держи меня за руку, чтобы я не убежала. Мы приехали сюда, на церковном совете молились, и тогда пришло освобождение. И вот с тех пор, слава Богу, все ушло. Господь помогает. И я хочу просто сказать, что победа приходит. Когда мы возлагаем свое упование на Господа, победа приходит. И вот однажды я сижу дома и задаю такой Господу вопрос. Говорю, Господи, кто я такой? Почему? Что случилось? Почему? Ведь много в мире погибающих людей, которые находятся в таком же состоянии, как находился я. Я говорю, что, чем я заслужил Твою такую милость? Вот. И Господь, я прям явно увидел, как Господь показывает мне. И я вспомнил этот момент, как я в детстве, после бури, там был такой бурелом в деревне. Ветки попали, там деревья были поломаны. И мы, я еще в школу или в начальный класс ходил. И вот мы прыгали с этих веток, как на парашюте, так за ветку державшись, ну высоко. И всегда так перекрещивались и говорили, Господи, помоги. И как-то старались себя сохранить. И вот я стою на этой ветке перед прыжком так. И говорю, Господи, а перед этим бабушки там света не было. Сидели, говорили там за ад, за рай, что-то у них зашли разговоры. И я говорю, Господи, и так смотрю на небо, говорю, Бог, если ты есть, я не хочу быть в аду. Сделай так, чтобы я в вад не попал. И мне, Господь, вот это, я явно, я даже вспомнил этот запах, насыщенный после этой грозы. Я тогда подумал, что Господь ту мою детские вот эти мои слова услышал, увидел меня. И вот все это время мне помогал и оберегал. И за что я благодарен Ему, вот, по сей день. И вы знаете, сейчас я хотел бы немножко, такую коротенько так, на пару минут, проповедь небольшую. Потому что я обещал брату Олегу, вот. Я хотел бы прочитать из книги царств. Это 19 глава. И вошел он, это 9-10 стих. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илий? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, и разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Я просто хотел нам напомнить всем, что пророк Илья сказал такие слова. Возревновал я о тебе, Господи. Сейчас мы живем в такое время, что приходит озабоченность, озабоченность собой. Люди забывают, некоторые уходят от Господа, авторитет свой где-то, где-то вот эти вот поиски денег, заработки, автомобили и так далее. Все это сказывается, и человек уходит, уходит и уходит, и эта суета, она отводит. Вот эти жертвенники люди ставят перед собой. А ведь мы молимся, я вот так вот часто вот вспоминаю, говорю, Господи, мы молимся, вот мы молимся, Отче наш, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Но ведь через нас должно светиться имя Твое, то есть через нас творится воля Твое, поэтому если мы так молимся, мы должны и ревновать об этом, чтобы это в нашей жизни происходило. И вы знаете, что сатана, он ходит как рыкующий лев. И вот Даниил, да, это все мы знаем вот эту историю, он ревновал о Господе, когда был запрет на эту молитву, он молился, он ревностно молился, и он был брошен вот в этот ледяный ров. И это когда приближался этот лев со скалом с этим, Даниил молился Господу, и Бог его сохранил. И вы знаете, по молитве одного человека, молитва одного человека всколыхнула все царство. И вот так как вот этот царь Дарий, он смотрел на Даниила, точно так же и сейчас на нас смотрит вот этот мир. Аминь, да. И когда мы говорим, что Иисус является нашим спасителем, и когда мы говорим, что Иисус является нашим целителем, мир наблюдает за нами. Он хочет видеть, как мы себя поведем в этой ситуации, как мы переносим трудности, держимся мы верой. И даже, я хочу сказать, даже когда Бог выводил еврейский народ из Египта, да, мы помним все, сколько было явлено чудес. И Господь их ночью оберегал, создавая им свет и тепло. Днем их оберегал от жары, как облако, и давал им продукты там, иманну, захотели мясо, мясо, давал им воду, захотели воды, вот вам вода. Да, одежда не ветшала, обувь не изнашивалась. И все равно было много сомневающихся. Все равно было много сомневающихся. И я говорю, я считаю, что вот это сомнение, это то, что не любит Господь, это вот эта теплота. Это люди, которые называются теплые. И вот я хотел бы еще открыть книгу Откровений, где Господь пишет о Ладикийской церкви. Ладиокия – это такой был город, не очень большой, но он был известен в то время тем, что там делали лощеную такую, благодаря лощеной шерсти, из которой делали черные одежды, из которой делали вот такие черные ковры, этот город был известен на тот момент. И еще он был известен тем, что там был медицинский центр, в которой делалось, который был знаменит Калиорий. Это такой известной лечебной мазь для глаз. А вот руины этого города сейчас находятся в Турции современной. И вот в Ладикийской церкви пишет Господь, знаю дела твои, дела, ты не холоден, не горячь. О, если бы ты был холоден или горячь, но как ты тепл, а не горячь и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. До сихо места. Итак, будь ревностен и покайся. Быть ревностным – это усердно, усердствовать в чем-то, в молитве там. И вот в ревность о Боге – это всеми силами стараться познать Бога, всеми силами стараться понять Его волю, чтобы послужить Ему. Ревновать о дарах духовных – это стараться получить дары духовные, так же, чтобы послужить Богу, послужить людям. И Павел, когда он был еще савлом, он был ревнителем закона, он ревностно шел в Дамаск, чтобы погубить тогда христиан, но Господь явился ему на пути, и Павел стал ревнителем, ревностным таким служителем Божьим. И пусть Бог благословит нас, научит и поможет быть ревнителями Его воли, Его учения. А это, мы знаем, благовестие, любовь, милость, добродетель, милосердие и полное упование на Господа. Аминь. Слава нашему Господу! Я думаю, что каждый из нас, находясь в этом месте или в собрании святых, имея общение с Богом, назидает свой дух, формируется внутренний человек в образ Иисуса Христа. Слава нашему Иисусу! Вы знаете, нам иногда хочется, чтобы Бог пришел в определенной силе и пробудил наши сердца. И это хорошо, и это нормальное желание. Но я бы хотел сегодня говорить о том носительной информации, какой мы являемся, христиане. Вы знаете, в каждом из нас есть своего рода информация. В каждом из нас. Вот, если вы, наверное, анализировали свою жизнь, может быть, не раз и не два замечали, предмет обсуждения зачастую влияет на узкий круг, в котором идет обсуждение. Вот, допустим, люди начинают говорить о Христе. И тут же личность Христа одних отсеивает, а других сближает в обсуждение. Одних интересует, а другие говорят, да что вы все время об Иисусе Христе? Нельзя поговорить о чем-то другом. Вы знаете, что Христос это была личность? Или Христос был такого рода собеседник, беседуя с которым человек воспламенялся? Слава нашему Иисусу! Христос это была та личность, встречаясь с которой твой образ мышления менялся. Вы помните событие, описанное в Евангелии, когда однажды из Иерусалима в Има ушли два человека? И Библия говорит, они шли опечаленные после того события, какое постигло Иисуса Христа. Но меня радует, знаете что? Библия говорит, что после того, когда они встретились с Иисусом Христом, их направление изменилось. И они обратно пошли в Иерусалим. Слава нашему Иисусу! Я хотел бы, чтобы мы были такого рода собеседники и были в категории таких людей, что встречающиеся с нами люди, ушедшие из церкви, вновь возвращались в церковь, остывшие к Богу, вновь загорались желанием служить Ему. Слава нашему Иисусу! Чтобы наша цель заключалась в том, чтобы не просто провести нашу жизнь на этой земле, достигая свои личные цели, но чтобы наша задача нашей жизни заключалась в одном – побольше Христа в нас! Аллилуйя! Я прочитаю несколько мест Священного Писания, и мы помолимся. Первое место, какое описано в книге пророка Еремии. Всем известная и знакомая плач книги Еремии. Я читаю с 9 стиха 1 главы. «На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился. И нет у него утешителя возри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое». Я бы хотел сегодня говорить о нашем будущем. Есть три времени, вы все прекрасно его знаете, да и в школе проходили. Прошлое, настоящее и будущее. Но мы не всегда даем отчет нашим действиям, предпринятыми в настоящее время. А по сути, они формируют нашу будущность. Иногда наше страстное желание достигнуть какую-то свою личную цель, несет судьбоносную ошибку в будущность. А мы просто хотим достичь свою желаемую цель в настоящее время. И зачастую, встречаясь с людьми пожилыми, седоволосыми, уже почтенными или пережившими определенного рода события, зачастую они предостерегают людей и говорят, не ходи этим путем, потому что там могут в твоей жизни возникнуть проблемы. Вы знаете, о нашей будущности не только заботятся наши родители, о нашей будущности позаботился Иисус. Аллилуйя. Библия говорит в том, выражается его будущность, или наша будущность в Иисусе Христе. И однажды Христос обращается, говорит, «Я хочу вам дать будущность и надежду». То есть его основная цель, чтобы твоя будущность не только была обеспечена материалистическими вопросами, или вопросами, касающимися земным ценностям. Его основная цель и задача – посадить тебя на небесах. Аллилуйя Иисусу. И для этого практически Он все сделан на этой земле. Он отдал Себя в жертву для того, чтобы ты сегодня и я вместе с тобой имели будущность с Ним на небесах. Слава нашему Иисусу. Но вы знаете, нам, людям, не всегда свойственно размышлять об этом времени. Иногда, погружаясь в суету разного рода, мы забываем о том, что иногда нам нужно задуматься над тем, что мы делаем, что мы говорим и куда мы стремимся. Я в Священном Писании нахожу очень много моментов, где люди очень печально, наверное, с глубоким сожалением осознавали, что когда-то они предприняли намерение, вроде бы для достижения своих каких-то целей, но не во благо своей душе. Такого рода люди, это как Давид, Самсон. Представьте себе, я думаю, когда Давид вышел на балкон, у него возникло желание. И желание настолько возобладало им, что он не смог контролировать себя. И Библия говорит, когда он возжелал Версавию, в этот момент он не осознавал, какие последствия грядут в его жизнь. Он только смотрел на текущее удовлетворение своей желании. Я думаю, когда Давид находился в глубоком падении, он с великой скорбью осознавал последствия своих решений, принятых на балконе. Как часто, дорогие друзья, мы принимаем решения, но о последствиях не задумываемся. Как часто мы говорим слова, последствия которых несут наши дети. Как часто мы предпринимаем такого рода шаги, какие впоследствии не только в нашей жизни печальны, но и в жизни нашего наследства. И иногда, наверное, ни раз и ни два вы говорили, зачем я тогда так сказал, так поступил, так выразился. Лучше бы я промолчал. Лучше бы я послушался и обратил внимание на то, что мне говорили. Я бы сегодня так не страдал. Я думаю, Самсон, когда находился у этих огромных камней, жерновных, которые мололи, я думаю, тогда, когда уже у него не было глаз, он с глубоким сожалением и осознанием внутри себя, наверное, думал, почему я тогда не обошел Далиду? Почему я тогда захотел то, что Богу не нравится? Но вы знаете, слава Богу, что у нас милостивый Бог. Что Бог сегодня дает выход из сложившейся ситуации в твоей жизни. Но иногда, дорогие друзья, нам сложно бывает признать наш неправильный выбор. Мы хотим зачастую его оправдать и порою сказать, а что там такого? Тогда, когда мы уже несем кораблекрушение веры, мы все равно пытаемся оставить себя на плаву. Тем самым говоря, у нас все хорошо, а мы постепенно идем на дно. Хотя вроде бы мы поем и проповедуем, но не замечаем, как наша вера и наше служение Богу, оно превращается в форму. Я бы хотел, чтобы сегодня Дух Божий проник в наши сердца и достиг те области, которые человеку не по силу достигнуть. Вы помните, мы, может быть, и вы, и все люди верующие помнят псалмы той эпохи, когда церковь была гонимая. Может быть, и сейчас вы поете его. Есть такой псалом. О Дух Божий, приди, все во мне измени. Оказывается, есть область, какая не под силом изменению человеку. В нее только способен проникнуть Дух Божий и навести порядок. Аминь. Аллилуйя, Иисус. Я хотел бы, чтобы сегодня мы дали свободу Духу Святому, чтобы Он в твоей жизни навел порядок. Аминь. Аллилуйя Ему. Вы знаете, сегодня утром было служение. Слава Богу, Бог касался сердец. Но я хотел бы одну деталь извлечь из той проповеди. Вы знаете, в последнее время очень много людей в унисон, и я вместе с вами, громогласно свидетельствуем о том, что мы спасены. И все могут подтвердить и сказать, да, и аминь, мы спасены. Но я бы хотел задать тебе и себе вопрос. Имеешь ли ты свидетельства внутри себя, говорящие о том, что ты реально спасен? А как вы думаете, каким образом это свидетельство можно получить? Или каким образом оно выражается? Я приведу пример простой из Священного Писания. Он может быть логический и простой, но так сложно достижимый для нас. Библия говорит, «Сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы что? Дети Божьи». И какими словами мы это говорим? А воочи. Оказывается, когда Дух Божий соприкасается с нашим Духом, мы имеем внутри свидетельство, не извне, а внутри себя, что мы спасены Иисусом. Аллилуйя! Но я хотел бы задать вопрос этот себе и вам. Как часто мы в последнее время задаемся этим вопросом лично? «Я сам». Или, может быть, уже в моей жизни есть, как по-украински говорят, наследки или последствия принятых решений, когда-то в настоящее время, и я несу сегодня последствия. может быть, не стоит остановиться, пересмотреть что-то в своей жизни и принять правильное решение. Может быть, уже довольно формализму в нашей жизни преобладать. Может быть, уже довольно образу служения, какой был изначально дан израильскому народу, нам его корректировать. «Может быть, пришло или пора, когда нам нужно обратить внимание на наше хождение пред Богом. Мне нравятся эти люди. Я им хочу подражать. Имя им Сидрах, Месах, Евдинагу. Это люди публичные. Среди элиты того времени они могли обеспечить свою жизнь до самой старости, живя, практически наслаждаясь жизнью. Но мне нравится, что высота их не испортила. Аминь! Аллилуйя Иисусу! Что, находясь на высоте, они не изменяли свои взгляды, свои понимания, что ценности Божьи оставались важнее, ни с чем, то политическое кресло. Слава Иисусу за таких людей. Это люди, которых надо брать пример своей жизни. Они ради сохранения своих постов не отреклись от истины. И пришел момент, когда Бог от них не отрекся. Аллилуйя Иисусу! Пришел момент, когда Иисус, Бог от них не отрекся. Они с легкостью оставили свои посты, но не с легкостью оставили истину. А как часто, ради сохранения своего статуса, своих пониманий в среде, в которой мы находимся, своего положения, и среды, в которой мы обитаем, мы с легкостью переступаем принципы не человеческие, а живого Бога. Я думаю, когда Сидрах, Бесах и Авгидага выходили с печи, они не сожалели о своем решении. Аллилуйя Иисусу! Они наоборот восклицали, мы в настоящее время приняли правильное решение. Аллилуйя! Представьте себе, какая мощная евангелизация! Это не просто буклеты, и не просто фонограмма, и не просто гитара. Это люди, которые вошли в печь. Они не подозревали, что выходя из печи, сотни тысяч людей будут проевангелизированы. Аллилуйя Иисусу! Я хотел бы сегодня сказать тебе и себе, если ты любишь Иисуса, готов ли ты встать за такую кафедру? Готов ли ты встать за такую кафедру и оттуда восказать, мой Бог жив? Ответь самому себе! Я не дерзаю! Я хочу, чтобы мы чуть-чуть пришли в чувства. Библия говорит, и когда молились они, лица их не изменились. Вы знаете, иногда я смотрю на молитвы людей, крещенных Святым Духом, пятидесятников, которые получили знамения иных языков. И они бывают так кратки, так незначительны и малы в своем содержании. Но я бы хотел, чтобы Дух Божий сегодня коснулся наших сердец. Аллилуйя нему! Чтобы Дух Божий сегодня совершил работу, чтобы впоследствии нам не сожалеть и не говорить, зачем я тогда не прислушалась к совету или к проповеди, которая звучала. А сегодня я плачу. Я видел таких людей, дорогие друзья, их очень много в Писании. но я видел таких людей, которые были безумны в глазах общества, но на них презирал Господь. Слава Иисусу! Я думаю, Ной созидает ковчег. Он находился в среде, которая, по сути, не имела познания Бога. Представьте себе, Ной бы сказал так, ну, чтобы не выделяться из среды, в которой я нахожу, удобно евангелизировать, пусть я буду похож на них. Может быть, кто-то ему говорил, Ной, ты идешь не в ногу со временем. Твой образ мышления какой-то староватый советского периода. Но он прекрасно знал, перед каким Богом уходит. Аллилуйя! Он прекрасно знал, чье имя он исповедует. Аминь! Он прекрасно знал, кто придет и даст оценку его служению. Не люди, не пастырь, а Бог Святой. Аллилуйя! Я думаю, что когда ковчег поднимался, он не сожалел о принятых решениях в настоящем времени. Аллилуйя! А, Волоса, как бы я хотел, чтобы Дух Божий сегодня он коснулся твоего сердца. Аминь! Аминь! Чтобы твою внутренность не человек востребитал, а живой Дух, которым ты грешен. Аминь! Чтобы сегодня не я заставил тебя исполниться им, а он возбудил тебя чистый смысл. Аллилуйя Иисусу! Это люди, которые не сожалели о своих принятых решениях. Когда, наверное, поднимался этот ковчег, сотни тысяч людей хотели ворваться туда, но было уже поздно. Поздно! Я хотел бы, дорогие друзья, чтобы в нашей жизни не прозвучали эти слова. Поздно! Поздно! Я бы хотел, чтобы мы своевременно реагировали на то, что мы делаем, какие решения мы предпринимаем и куда мы движемся. Есть тот, кто оценивает нашу жизнь. Есть тот, пред которым не важна твоя репутация в обществе. Ему хочется, чтобы ты был такого рода, который способен был во все времена быть надежной опорой для Творца. Аллилуйя Иисус! Чтобы он мог во времена определенных моментов, опираясь на тебя, сказать, он верен, он устоит. Аминь! Аллилуйя Иисусу! Я иногда смотрю на молодежь и рассуждаю сам себе. Мы очень много информации получаем в последнее время. Разного рода проповеди звучат. Одни говорят об одном, другие о другом. Но практика жизни это совсем другое. Реальный образ поклонения живому Богу это совсем другое. Тебе придется от многого отказаться от своей репутации, от своих взглядов и пониманий, если ты примешь реальное решение служить Иисусу. А если ты будешь формально, то ты будешь и этим нравиться, и этим нравиться, и тем нравиться, и всем нравиться. Но Христос был личностью, которая в одних производила впечатление, а других выводила из себя. А знаете почему? Потому что других образ жизни не соответствовал действительности. Они жили как они хотели. А другим нравился образ жизни Иисуса. Слава нашему Господу. И напоследок, дорогие друзья, я читаю одно место. Оно всем вам знакомое. Это обращение апостола Павла к евреям 11 глава с 24 стиха. Молодой человек, имя которому было Моисей. Верою Моисея по рождению три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно и не устрашились царского повеления. А теперь я хочу обратить ваше внимание на Моисея и на принятые им решения. Верою Моисея придя в возраст, запомните эту деталь, в возраст, он был не маленьким ребенком, который не умел различать, где правое, где левое, он был уже способен адекватно реагировать. Отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел Божьим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Молодой человек, поношение Христова, какая переоценка, поношение Христова почел для себя большим богатством. Кто способен выбрать такую цену своей жизни, чтобы за Христа всю жизнь быть поношением. Люди, пришедшие в возраст, слава Иисусу. Люди, которые способны не под чьим-то воздействием принимать решение, но достигнув совершенства, способны принимать решение сами. Слава нашему Иисусу. И Библия говорит дальше. Ибо Он взирал на воздаяние. Вы знаете, есть один эпизод, который мне очень нравится, в книге Бытие. Имя этому человеку было Исаак. И Библия говорит, во дни Исаака был голод на земле. И голод был настолько масштабнее и суровее, чем во дни Авраама. И Исаак принял решение покинуть землю, обитание, в котором он находился. И Бог ему говорит так, Исаак, не уходи оттуда сей в той земле и я благословлю тебя. Вы знаете, во сколько крат пожал Исаак? Во сто крат. Я думаю, спросить любого Агронова, он бы сказал, послушай меня, ты вкладываешь в никуда, у тебя нет гарантии, что завтра все взойдет, и твои инвестиции и вложения будут оправданы. Я знаю одну почву, где инвестиции всегда оправданы. Это поле Иисуса. Слава нашему Богу. Это Нива Христа. Вкладывая туда, ты обеспечиваешь будущее и себе, и детям своим. Слава Иисусу. Но не вкладывая туда, ты станешь банкротом и дети твои. Я знаю очень много людей, которые просидели за имя Иисуса Христа. И сегодня я смотрю на их детей, и я удивляюсь, они перст от перст не бьют, но у них все есть. И я понял, что когда-то кто-то заплатил за эту цену, чтобы будущность кого-то была обеспечена. Аллилуйя! Если ты хочешь, чтобы будущность твоих детей была обеспечена самим Богом, обрати внимание на твое хождение в текущее время. И ты сделаешь вывод. Вы знаете, будущее это как чистый диск. Что ты туда запишешь, то и будешь смотреть. Если ты хочешь включить его в старости и посмотреть, наслаждаясь жизнью о том, что ты ее провел с Богом, записывай туда то, что угодно Иисусу. Слава нашему Богу, чтобы впоследствии твоя жизнь она отобразила того, ради которого ты лишал себя ночами, днями, финансы. Но мне нравится определение Иисуса. Бог не стыдился называть себя их Богом. Слава Иисусу! Я бы хотел, чтобы когда мы встретимся с Иисусом, ему не было стыдно называть себя твоим Богом. Аллилуйя, Иисус! Моисей, придя в возраст, принял решение служить живому Богу. Моисей, придя в возраст, сделал переоценку своей жизни. И я удивляюсь, он предпринял такого рода шаги, которые в 21 веке не модны страдать за Иисуса, идти евангелизировать, говорить о каком-то Христе. Я приводил пример сегодня, я буду заканчивать, и мы помолимся. Когда-то в определенное время в одной стране произошел конфликт. И этот конфликт начал носить с собой жизни. И один служитель, находясь в том регионе, услышал о том, что определенного рода контингент около двухсот человек, должны отправить в зону боевых действий. И он принимает решение идти в соответствующее учреждение, где получает дозволение пообщаться с этими людьми. И когда он входит туда, ему говорят, ты кто? Он говорит, я служитель, а что тебе надо? Он говорит, я хочу донести благую весть для этих людей. У тебя есть десять минут. Десять минут. Что-то похожее на экзамен. Десять минут. Я пришел туда и задаю им вопрос, что вам надо? Что вы хотите, люди? Двести молодых человек завтра отправят на бойню. Одни говорят, нам нужны вещи, другие говорят, нам нужна еда, третий нам то, другое. Но он говорит, я вам принес немножко другое. Я вам принес благую весть об Иисусе Христе. И он в течение десяти минут успел выложить основную мысль, что Христос пострадал на Голгофе, умер и способен спасти их. А не выслушав это, он развернулся идя, он услышал, как эти двести человек кричали священник. я развернулся оттуда и смотрю эти двести человек стоят на коленях молодых людей и плачут. И говорят священник помоли за нас, помоли за нас. Говорит я совершил молитву и ушел оттуда. Через какой-то промежуток времени я навожу справки на них. Из этих двести человек осталось трое. И я думаю для кого-то десять минут, которые пожертвовал этот человек, стали спасительными. Аллилуйя Иисусу. А как часто мы только для себя, как часто только для нас, а кто-то там, а за этими стенами погибает и ждет тебя, когда ты донесешь ему весть, что есть живой Бог. Аминь. Но ты не донесешь эту весть, пока сам не оживешь. Тебе самому нужно его пережить. Слава Иисусу. А для этого тебе нужно соприкоснуться с Ним и сказать Иисус, я не хочу в своей жизни страдать от своих решений. Я хочу, чтобы последствия моих принятых решений, они были для славы Твоей, они были во благо мне и моему потомству. Слава Иисусу. В этой молитве помолимся Иисусу Христу, чтобы Бог потревожил наши сердца, чтобы мы сегодня, христиане веры евангельской, пятидесятники, были на самом деле пятидесятниками. Когда-то ученики, выходя из храма, один такой момент, Библия говорит, они выходя оттуда были под большим впечатлением от того, что увидели. А вы знаете, что они увидели? Интерьер, убранство, атрибуты. И восхищались этим всем. И Христос им говорит, камни на камне не останется тут. И я знаете, чему удивляюсь? Почему они побывав в храме, выходили из храма под материальным впечатлением? Это ведь был храм Божий. Они ведь должны были пережив его там, а выходя оттуда говорит, там есть живой Бог, переживший которого Он оставил нас такой отпечаток. Но его там не стало давно. И я понял, когда в нашей жизни не встает Бога, нам не интересно ничего. пусть Бог заинтересует себя, пусть Он придет в твою жизнь, может быть это будет болезненно, но Библия говорит так, пусть в настоящее время наказание Божье будет печалью, а знаете, что дальше идет? Но впоследствии или будущность этого наказания благое, Аллилуйя Иисусу, оно принесет мирный плод праведности. Аминь. Будем ему молиться, Аллилуйя. Однажды я сижу у себя на работе, дверь открыта в кофейне и на порог прилетает голубь. Он прилетел и заходит по ступенечкам, зашел в кофейню и сидит и никуда не улетает. Я подхожу, беру этого голубя, сажусь на мопед и еду домой, рядышком живу, привожу домой этот голубь. Илюшка меня, мой старший сын, 9 лет ему встречает, смотрит на меня и начинает удивляться и радоваться, что я держу птицу в руках. И он подбегает и говорит, дай мне, то есть, дает знать, что это моя, и говорит мне, я молился утром, что Бог дал нам с Семкой птичку, чтобы мы ее приучили и жила с нами. Я дал, ну, удивился немного, ну, не придал особо значению, порадовался, видя, меня возрадовало то, что его мотивирует молиться, ответы на молитву. И вечером я приезжаю, говорю, где голубь, говорят, улетел, не удержали. На следующий день, ситуация, я сижу, та же картина, голубь на порожек прилетает, заходит, я его беру, опять к Илюшке отправляю. Я приношу тоже картина, он во дворе, он говорит, я опять молился, чтобы Бог вернул голубя. Вы знаете, вечером приезжаю, опять он улетел, опять не удержали, клетку какую-то соорудили, и она не удержала его. На третий день, я сижу, та же картина, прилетает на порог голубь, заходит, и никуда не улетает. Я подхожу и беру этого голубя, держу, беру телефон, звоню Илюшке и говорю, перестань молиться. Ты мне все голубятники сюда сейчас... Но вы знаете момент, когда этот голубь третий уже, он тоже улетел. И вот мы после этих трех дней едем с ним на мопеде, и он интересную вещь сказал мне, которая меня... Я ее знаю, и мы, все мы знаем. И он мне говорит, папа, знаешь, почему меня Бог слышит и дает ответы? Я говорю, почему? Он говорит, потому что я всегда благодарю Его. И его это мотивирует молиться, не по принуждению папы и мамы. И он видит в этом небесного Отца, что тот дает ему просто, без упрека, а он благодарит и радуется. Воспитывается у Нем благодарное сердце, что я верю и желает нас Бог. Аминь. Аминь. Я коротко, что мы знаем о растении таком, как бамбук? Я слышал, что оно растет, много его в Китае, да? В Китае много бамбука. Кстати, Китай, вы знаете, я читал выдержку такую о китайском менталитете или языке, диалек, ну как это выразить, но мысль такая, слово поражение в китайском языке имеет два смысла. Первый смысл и значение поражения, какое оно есть, это поражение, это все плохо, это поражение. Второй смысл, который они вложили, видать у них практика в этом, второй смысл, это вторая возможность, новая возможность делать заново, подниматься из развалин, восстанавливать себя, поднимать свои руки и дальше, после поражения, после потрясения, после потерь, продолжать двигаться вперед. Удивительно, аминь? И вот бамбук, его, когда земледелец садит, это зернышко в землю, и не просто в землю чернозем плодородный, но в пепел. И он четыре года, вникните в эту цифру, четыре года, он поливает, каждый день, в конце поливает это зернышко. И вы знаете, что? Оно не растет четыре года, оно не прорастает четыре года. Представьте состояние земледельца, у Якова подобное написано, он приходит, он поливает, поливает, он не видит, как оно, этот процесс, он невидимый, это вера. Вы знаете, в период четырех лет хочется и руки опустить, бросить эту затею выращивания бамбука, заняться другими растениями, которые быстрее растут, но он терпеливо поливает. В конце четвертого года этот бамбук резко прорастает, это прорыв. И вы знаете, что он за 90 дней вырастает до больших размеров. мы знаем крепость бамбука, мы знаем его пользу в тех краях. Бог чему-то нас учит, аминь, долготерпению, благодарению, вере. Бог учит ходить нас верой, аминь. И послушайте еще одно место, оно мне сегодня проговорило, я верю, оно проговорит и вам. 23 глава, первая книга царств. Ситуация в жизни Давида. Первый стих и ниже. И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль, и расхищает гумно. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Есть нужда? Вопрошает Давид, получает ответ, ясный ответ, аминь. Бог сказал, иди, ясное конкретное наставление, поразишь и будешь иметь успех, иди, вот ответ на твою молитву, вот обетование, возьми и держись, следуй вперед, что происходит дальше? Но бывшие с Давидом сказали ему, что происходит и с нами? Вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Вопрос. Тогда снова вопрос Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал, встань и иди в Кииль ибо я предам филистимлян в руки твои. Был успех, но вернемся назад. Давид имеет обетование, имеет слово, но вот приходят люди, которые говорят и внушают его уши. Мы здесь, в этой Иудее, в страхе, в смущении. Как ты говоришь двигаться дальше? Ну и что, что ты имеешь слово? Ну и что, что тебе он что-то говорил? Посмотри реально. Мы столкнулись с реальностью. Люди хотят навязать свое мнение, свое познание, свое знание, свое умение, свою опытность Давиду. Вы помните, когда-то Давид с подобным сталкивался в жизни, когда Бог выводил Давида на служение. Помните, против Голиафа он приходит к братьям в простоте сердца. Что здесь, братья? Уйди, другими словами, дурачок, ненормальный. Мы знаем твое дурное сердце. Уходи, паси овец. Это стрелы, стрелы, которые ранят, особенно от близких. Что делает Давид? Не слова ли это? Он идет. И потом помните встреча с Саулом? Что делает Саул? Навязывает свое мнение, одевает его в свою одежду. Вот с этим ты победишь этого великана. Я в этой одежде побеждал. И я думаю, она поможет и тебе. Мой опыт, погрузись в него, возьми его, и ты будешь иметь успех. Он одевает, но он походил, он не чувствует себя комфортно, неудобно мне, не привык я к этому, не мое это мнение, не мое это познание, не мое это откровение, это твое откровение, ты с этим откровением выходил и побеждал, у меня Бог приготовил другое, он это все снимает, он берет под камушков, берет эту прящу и вперед, имеет успех, освободившись от мнения, которое влияет, он вышел из влияния мнения окружающих людей, близкие, родные, друзья, знакомые, вы знаете, это страшный враг, мнение чьего-то, как мы молимся друг перед другом, как мы поем псалмы, как мы вообще выражаем себя в собрании здесь, а что обо мне подумает брат, который рядом стоит, когда я руки подыму, или когда громко, или тихо, или как-то буду молиться, вы знаете, мы замыкаемся и иногда не выражаем себя, так как должно выражать, какие мы есть, и часто мы притворяемся, мы вводимые чьим-то мнением, но как в нем неудобно, аминь, скажи, как неудобно в нем, Давид снимает это все, одно место, помните, Иисус говорит послание, не помню какой-то церкви, третья глава Сардийской, он говорит, ты носишь имя, будто ты жив, другой перевод я читал, эти слова звучат так, а тебе говорят люди, что ты жив, но ты мертв, а тебе говорят, и тебе это нравится, тебе говорят, ты спасен, и оно тебе приносит какое-то вдохновение, и ты ходишь с этим, я помню, ехал в поезде однажды и видел такую картину, молодая семья, новорожденный ребенок, он плакать начинает, все в вагоне уже засыпают, и я вижу, как два человека, папа и мама, ихнее поведение по отношению к ребенку, папа, он раздражается, он злится, он готов заткнуть ребенку рот, чтоб он молчал, вы знаете чем он вадим, окружающие спят, замолчи, его волнует мнение людей, что о его семье молодой, подумают те, которые рядом едут, и он делает все, чтоб замолчал этот ребенок, его не волнует причина крика этого, вадим мнением другим, знаете состояние мамы я заметил, она заботится о том, как выявить причину по какой плачет ребенок, ее не волнует окружение, ее не волнует то, что спят не спят, ее волнует причина, почему ты плачешь малыш, ее мотивирует любовь, ее вадима любовью к сыну, глупо выгляжу, не глупо, глупо, мне все равно, что с моим ребенком, вадима мнением своей любовью к нему, Божьих благословений, пусть Дух Божий водит вас, пусть помазание, которое у вас, оно не ложно, учит вас, и вы ему доверяетесь, аминь. Божьих Божьих дока другу вы ж Martу